Еще раз здравствуйте в студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, а значит мы продолжаем говорить о самых главных и самых интересных событиях в мире футбола. И на этот раз я хочу поговорить об английском футболе, о чемпионате английском и его месте нынешнем в этом сезоне в европейском. Может показаться на первый взгляд, что неудачи английских клубов в Еврокубках, а если уж судить по Лиге Чемпионов, по Лиге Европы, то как провал можно расценить выступления английских клубов. То вот как раз из этого можно сделать вывод, что английский чемпионат, который последние годы называли лучшим чемпионатом, главным чемпионатом Старого Света, теряет свои позиции. Я бы так говорить не стал. Да, действительно, провал был в Лиге Чемпионов, провал прежде всего двух манчестерских клубов, которые сейчас разыгрывают золотые и серебряные медали в английском чемпионате. Это Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Дружно они не смогли выйти даже из группы. Сейчас очень неудачно сыграли в Лиге Европы, хотя это понятно. В общем, в Лиге Европы, наверное, не так бьются и Манчестер Юнайтед, и Манчестер Сити. Для них это все-таки второстепенно и по финансовым показателям, и вообще по системе координат. Сейчас, конечно, оба манчестерских клуба сосредоточились на чемпионате Англии. И Манчестер Сити, который растерял свое преимущество, которое у него было перед Манчестер Юнайтед, сейчас точно не до Лиги Чемпионов. У Манчестер Сити стоит, это точно совершенно определенная задача, у них стоит задача прежде всего выиграть чемпионат Англии, премьер-лигу. От этого требуют инвесторы, это требуют люди, которые владеют клубом, этого требуют от главного тренера Манчини, этого требуют от футболистов. И болельщики, и те, кто вкладывает очень большие деньги на протяжении последних лет в эту манчестерскую команду. Думаю, что и Манчестер Юнайтед сейчас такая же прерогатива. Честно говоря, до того, как Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги Чемпионов, мне казалось, что сэр Алекс Фергюсон, который очень уязвлен вот этими двумя проигранными финалами от Барселоны, сосредоточится на Лиге Чемпионов. Но что-то вот не получилось, пошло не так, и этот сезон был провален. Но все равно, несмотря на поражение Арсенала от Милана 4-0 в той же Лиге Чемпионов, несмотря на проблемы английских клубов по всем фронтам на Еврокубках, все-таки я бы не стал говорить о том, что чемпионат Англии теряет свои позиции. Во-первых, чемпионат Англии остается одним из самых финансово удачных проектов, прибыльных проектов. Английскую премьер-лигу показывают по всему миру, права на ее трансляцию покупают практически во всех странах мира. Английский футбол знают, в английский футбол едут лучшие футболисты, лучшие тренеры. Это по-прежнему пока так. Другое дело, что, конечно, наверное, выступать вот так удачно, как выступали английские клубы в той же Лиге Чемпионов на протяжении всех лет подряд. Вы вспомните, последние полуфиналы состояли на две трети из английских клубов, а вернее на три четвертых. По три клуба выходило в полуфинал такого серьезного турнира клубного, главного, самого интересного, самого качественного турнира клубного мира. По три команды представляли английский чемпионат. Ну, наверное, не может все время так складываться, бывают естественные какие-то провалы. Ну, вот, наверное, на этот сезон как раз такой провал и пришелся. Здесь, мне кажется, еще стоит отметить то, что внутри самого чемпионата английского начались смещаться приоритеты. Была там большая четверка, пятерка, которая там состояла из определенных клубов. В нее вмешались сейчас тот же Манчестер Сити, стал одним из доминирующих. То есть, вот эти сдвиги в самой структуре английского чемпионата приводят к тому, что на первый план выходят другие клубы. Манчестер Сити и его проблемы в той же Лиге чемпионов могут объясняться хотя бы тем, что опыта, такого опыта игры в Лиге чемпионов в таком турнире у Манчестер Сити просто нету, как у клуба. Может быть, там есть у отдельных игроков, но вот как у коллектива нет. А это очень важно. Об этом всегда говорят эксперты, об этом говорят знатоки футбола, сами футболисты. Что опыт Лиги чемпионов такого турнира, так же как и чемпионатов Европы, чемпионатов мира, это очень важный опыт, который дает определенное преимущество командам, у которых он есть. А как раз вот эти сдвиги, которые произошли, они в менталитете клубов внутри что-то поменялось и поменялось отношение к различным турнирам. Вот это, мне кажется, один из тоже причин, не основных причин, но, безусловно, одна из причин, которая повлияла на выступления английских клубов в этом году в Еврокубках. Но при всем при этом, с финансовой точки зрения, с кадровой точки зрения, с точки зрения интереса к игре, мне кажется, английский чемпионат остается одним из самых привлекательных в мире. Не буду умалять достоинства того же испанского чемпионата, но разборки между Реалом и Барселоной тоже иногда, видимо, надоедают людям. И когда вот есть две доминирующие силы, как в некоторых чемпионатах, ярче всего, наверное, в испанском, от этого теряет, мне кажется, и весь чемпионат. Ну и если уж говорить о чемпионатах, которые привлекают интересы, которые на подъеме, я бы, конечно, отметил португальский футбол и португальский чемпионат, который всегда был немножко на задвор к европейских чемпионатам. Но вот там тоже интересные происходят события и то, как выступают португальские клубы в последнее время в европейских кубках, и как играют футболисты, и сколько талантливых футболистов по-прежнему дает португальский футбол. Это, конечно, очень интересный чемпионат. С другой стороны, там тоже есть та же проблема, что и в Испании, там есть две доминирующие силы, это порту и бенфика, которые иногда к ним примекает спортинг, но в основном тоже. И вот тоже это немного, конечно, интерес к чемпионату понижает. Конечно, такой уникальной ситуации, как в Англии, где постоянно что-то происходит, меняется, где есть не просто большая двойка, вернее, малая двойка, как вот в этих чемпионатах Испании и Португалии, а там есть уже как минимум большая пятерка. По-разному складываются их взаимоотношения в каждый чемпионат, кто-то выходит наверх, кто-то выходит, но постоянно есть интрига перед чемпионатом и во время его, все время кто-то выстреливает. Это очень интересно, поэтому, несмотря на вот такие локальные, на мой взгляд, поражения английских клубов в этом сезоне, их не очень удачное выступление, ну, прямо скажем, очень неудачное выступление в Лиге чемпионов особенно, я бы все-таки пока английский футбол, английский чемпионат поставил на первое место. На этом все, встретимся с вами примерно через неделю и будем говорить о самых главных событиях в мире футбола, поговорим, конечно, и о том, как сыграет армейский клуб ЦСКА в повторном матче с мадридским Реалом. Будем надеяться, что футбол есть футбол, мяч круглый, как известно, и армейцам повезет. На этом я с вами прощаюсь, пока. Субтитры создавал DimaTorzok